Спасибо вам огромное, что находите время для нашего взаимодействия. Они давно работают вместе. Во время пандемии машинами распределяли антисептики для больниц, поликлиник, школ и муниципалитетов. Оценивали грантовые проекты и обращения общественных организаций. На этот раз собрались, чтобы заслушать отчет за прошлый год. Бюджет фонда на 23-й стартовал с 22 миллионов рублей. Позже его скорректировали до 36. Бюджет увеличился, поскольку к постоянным задачам добавилась поддержка участников СВО. Последнее, что мы с вами выбрали, на что сориентировались, это рентгены были и машины медицинские. Как раз в Ростове я их передавал нашим ребятам. Эту тему отдельно сегодня обсудим. Может быть, какие-то мысли есть. К обсуждению подключились все попечители фонда. СВО тема важная, многих касается лично. Дядя там тоже так же. После ранения сейчас опять на передовой, опять звенит. Опять вот эти рентгены. Я прекрасно понимаю, почему они нужны. Конечно же машины, чтобы успеть где-то до госпиталя довезти. Ну, вытаскивают, да, они работают, конечно. Так что огромное вам спасибо. Я считаю, что в условиях специальной военной операции другого применения денежным средствам просто и быть не может. Отчет о грантовой поддержке школ Кытмановского района совпал с получением инструментов для общественно полезного труда. По 400 тысяч рублей в 23-м году получили пять учебных заведений. Победители школьного проекта на общее благо. Ну вот они с садом-огородом будут заниматься и хозяйственными делами, и строительными. Поддоны, газонокосилки, мотоблоки и другой инвентарь. Целая газель отправится в Октябрьскую и Семенокрасиловскую школы Кытмановского района. Представитель района в попечительском совете Виталий Титов доставит груз победителям конкурса. Его школа тоже получила свой грант. Пять-шесть ножовок на весь класс, это проблема большая. А тут 400 тысяч на кабинет технологии у мальчиков. У нас единственная школа, которая делится на технологии у девочек и на мальчиков. И, конечно же, закупили все, что нужно на сегодняшний день по федеральным образовательным стандартам. Бийский педагогический колледж, где проходило заседание попечителей, тоже давно и плодотворно сотрудничает с фондом. За все годы существования, а это более 8 лет, основная миссия фонда – поддерживать тех, кто сам социально активен. Мы взаимодействуем с волонтерскими, ветеранскими и другими организациями, трудовыми коллективами, учебными заведениями, находим единомышленников в социальных сетях. Это кратно увеличивает число вовлеченных людей и объем помощи. По уставу наступил момент, когда состав попечительского совета необходимо переизбрать. Но все, без исключения члены попечительского совета, выразили готовность продолжить работу еще на 4 года. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.